Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на канале Видеошопер. В моих руках Poco X4 Pro 5G. Телефон по-своему интересен, напрашивается, безусловно, сравнение с прошлогодним, ну, я бы его называю почти хитом, Poco F3, который очень многим нравится и который я даже хотел купить себе. В отличие от предыдущего поколения Poco X3, вот эти вот приставки Pro 5G, они все равно тоже означают важные вещи, они больше всех путают. Но если мы говорим просто о предыдущем поколении Poco X3, то там был IPS-экран, здесь же теперь AMOLED. Слабые стороны, сильные стороны, особенности все в этом обзоре, приятного просмотра. Хочу отметить в самом начале, что телефон большой и увесистый, они сейчас все такие, но этот особенно. И не из-за того, что у него экран 6,7 почти дюймов, не из-за того, что рамки, большими их назвать, конечно, нельзя, они более-менее, ну, как-то он выглядит основательно, то ли тут на миллиметр, на два ширина больше, чем стандартно, но ощущение, что это вообще почти планшет, не знаю почему. Фактически это какой-то там ультра с приставкой, хотя это обычный телефон, повторюсь, по нынешним меркам с таким нормальным дисплеем. У него задняя спинка стеклянная, которая очень сильно собирает отпечатки, и, безусловно, телефон сразу нужно в комплектный бампер одевать, потому что он, в принципе, особо-то не скользкий, так, средний, но отпечатки собирает просто безбожно. Верхний модуль камеры Xiaomi делают так же, как они делали свой предыдущий флагман, Mi 11 Ultra. Кстати, неплохое решение, на мой личный взгляд, по крайней мере, выделяется. Рама пластиковая, но под ней, разумеется, алюминиевая основа. Из особенностей есть разъем для наушников 3,5 мм, если вам это важно. Ну, конечно, в лучших традициях Xiaomi есть стереозвук, инфракрасный порт, дополнительный микрофон шумоподавления, все как мы любим. Плюс ко всему, зарядка 67 Вт в комплекте, что, безусловно, так же классно. Батарейка 5000 мАч, поддерживает, конечно же, быструю зарядку уже с комплектного устройства, и заряжается он за 31 минуту почти полностью, до 90%. Это, действительно, очень быстро. То есть, по внешнему виду добавить больше нечего, это типичный Xiaomi, единственное, разъем и что еще? Тройной слот, да и все, в принципе. Что касается экрана, на мой взгляд, это хороший экран, при том Xiaomi делает хитро. Если яркость там высокая, они об этом заявляют, если нет, то не заявляют. Я не нашел в интернете информации, какая яркость в нитах F3. Здесь 700, типичное значение, и 1200, если не ошибаюсь, там пиковое, максимальное. Экран нормальный, это нормальная AMOLED матрица, 120 Гц, частота обновления, Full HD на 6,7 дюймов. Вопросов у меня к экрану нет. Достаточно хорошие цвета, но все как обычно. Яркий, нормальный, хороший экран. Единственное, нет снижения частоты ШИМ, так называемый. То есть, на невысокой яркости, глаза этого не видят, но у некоторых людей от телефона могут утомляться глаза, если вы смотрите, потребляете контент на невысокой яркости. Иногда Xiaomi так делает, почему не сделали здесь, тоже непонятно, потому что аппарат является таким, ну, середнячком, ближе даже немножко к флагманам. А вот что мне в нем не понравилось, если все, что я говорю, спинка маркая, там, устранение мерцания нет, пластиковая рама, это все мелочи на самом деле. А вот то, что здесь вроде как хороший процессор, Qualcomm Snapdragon 695, он хороший, он по 6 нанометровому техпроцессу, но аппарат с ним работает медленно. Я даже не поверил, когда вот взял его первый раз в руки, начал по менюшкам бегать, открывать приложение. Он работает на уровне устройства за 200 долларов, грубо говоря, и это непонятно почему. Второй косяк этого телефона, может быть, кто-то и внимания не обратит, но если вы снимаете видео, то, к сожалению, во-первых, качество только в Full HD, и во-вторых, оно не очень хорошее. Бывают телефоны, которые могут в качестве Full HD при 30 FPS снимать хорошо, даже там двухлетний пиксель, даже трехлетний Samsung и iPhone. Здесь же, получается, телефон не дешевый, не бюджетник, но снимает только в Full HD, и качество так себе. Фотографии зато, если вам это важно, а большинство людей фотографии, конечно, важны, в принципе, нормальные. И на основную, и на широкоугольную камеру можно добиться неплохих фотографий. Поэтому по камерам, на мой взгляд, только один косяк, это слабое качество видео. В остальном, естественно, стереозвук есть, достаточно громкий, хороший, виброотклик хорошего телефона, если вам это также важно. Сам по себе этот телефон может рассматриваться, если вам не нужен, к примеру, предыдущего поколения F3 по каким-то причинам, потому что там Qualcomm Snapdragon 870, здесь 695, но однозначно тот лучше. Но, если вам не нужен мощный процессор, хотите телефон поновее, если вам не нужно качество видео, то можно взять X4 Pro. Я не понимаю до конца, зачем этот модельный ряд так сильно раздувать. Сейчас, тут тебе и получается чуть ли не два десятка актуальных телефонов, которые в продаже, и все плюс-минус одинаковые. Просто берут, здесь урезали камеру, там еще что-то подурезали. Я этой политики не понимаю. Раньше любой Xiaomi берешь, и все было классно. Берешь флагман и думаешь, блин, он классный? Ну, есть же там Redmi какой-нибудь Note, который там в два раза дешевле, но фактически все то же самое имеет. Флагман только экран лучше был, там камера. Сейчас же идет разнесение моделей больше, чем существовало у компании раньше. В любом случае, повторюсь, хотите новый телефон, возможно, для вас приоритет будет звук через наушники, здесь Snapdragon играть хорошо будет. Вы просто хотите новинку, пожалуйста. Но можно посмотреть, опять же, по ссылке под видео, сколько стоит Poco F3. Тоже с AMOLED-экраном, то же самое. Единственное, батарейка там чуть меньше, 4500, здесь 5000. Зарядка не 67 Вт, а 33 Вт. Но в остальном их можно столкнуть лбами, зато там хороший процесс, Qualcomm Snapdragon 870. Все просто летает и будет летать на несколько лет вперед. Такое вот неожиданное для меня самого сравнение получилось, потому что я помню ту модель, держу в руках эту и не понимаю чуть-чуть в ней, почему все так. Например, сделали бы здесь хорошее качество видео и 4К режим, я бы так, наверное, и не сказал. А теперь вот такие вот варианты есть. Можно посмотреть на прошлогодний телефон от этой же компании. Сколько такой телефон стоит, обязательно перед покупкой сравните с Poco F3. Ну и, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. Счастливо, друзья.